Всем привет дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень нежный, очень весенний тортик. Он будет сезона ягодой с клубникой, но тортик называется тропиканкой. Его можно готовить именно с зимними какими-то фруктами. Это могут быть апельсины, бананы, киви. В общем, очень вкусно. Для этого тортика нам понадобится сделать заварное тесто для коржей. Масло, соль, сахар отправляем до закипания в кастрюльку. После того, как масло полностью растворилось и смесь у нас хорошо кипит, Сюда будем одним махом добавлять всю муку, отвешенную. Хорошенько и быстро перемешиваем нашу смесь. Она должна полностью завариться, не должно остаться никаких крупинок муки абсолютно. Хорошо-хорошо и быстро перемешиваем. Это удобнее всего делать именно деревянной лопаткой почему-то. Железной ложкой не так удобно. На дне должна появиться своеобразная корочка. Можно уже выключить газ и еще немножечко поперемешивать нашу смесь. Распределяю ее в чаши комбайна и накрываю пленкой встык для того, чтобы смесь немножечко остыла. Она должна стать меньше 70 градусов, для того, чтобы яйца в ней не свернулись. Затем начинаю ее хорошенько перемешивать. Это можно делать и миксером, можно и тестомесом. И начинаю по одному вводить яйца. Только после того, как предыдущее яйцо у нас полностью распределилось в тесте, добавляю следующее. Итак, добавляю все яйца. Может понадобиться либо 6, либо 7 яиц, в зависимости от размера яиц. Я сюда добавила все 7 яиц, но у меня были они не очень большие. Получается вот такая вот у меня масса. Она должна слегка-слегка сползать с лопатки. Не кечь, не падать кусками, а слегка сползать. Затем переложила ее в мешок. И теперь буду наносить по контуру в начале круг. Если вы будете делать на пергаменте, просто прорисуйте на обратной стороне пергамента карандашиком контур желаемого размера. У меня здесь формочка внизу 26 сантиметров. И теперь наносим вот такую вот решеточку. Сильно большие ячейки в решетке не делайте, потому что будет туда проваливаться клубничка и, собственно, крем будет проваливаться. Поэтому наносим довольно часто. Нижний корж я сделала немножечко вот так вот поплотнее, нанесла еще одну полосочку, третью. Для того, чтобы он у нас стал практически сплошной. Чтобы там крем никакой у нас не оставался потом в тарелке. Получаются вот такие вот воздушные коржи. Внутри они пустые. В общем, очень интересные. Теперь уже можно приступать к приготовлению крема. Для крема нам нужно будет отвесить сметану. Сметану отвешиваем на ночь. Вот так вот подвесив ее либо в марле, либо в льняном полотенечке. Под низ поставив какую-то посуду. Затем уже начиная утром приготовление заварной части крема. 50 миллилитров молока и у меня здесь два желтка и одно яйцо. Хорошенечко перемешаю. И сейчас сюда вот добавлю 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Можно использовать картофельный, но кукурузный не даст никакого запаха и вкуса. Поэтому чаще всего для заварных кремов сейчас уже использую кукурузный. Хорошенечко перемешаем. От 450 миллилитров молока поставила на плиту до закипания. После того, как молоко у нас закипело, тоненькой струйкой ввожу его в яичную смесь. Хорошенечко перемешиваем. Возвращаю смесь обратно в кастрюльку и на огонь до закипания. И варю еще где-то минутки 2, для того, чтобы у нас все хорошо проварилось. Получается вот такой вот у нас заварной крем, который накрываем пленочкой встык, отправляем полностью остыть. И продолжаем уже со сметанным кремом. Начинаем сметану взбивать с сахаром. Вы видите, она стала намного-намного гуще после того, как мы ее отвесили. У меня с 1,5 килограмма сметаны осталось всего 1 килограмм. И с этого расчета я и готовила на половину порции сметаны крем заварной. Теперь уже порциями ввожу в сметанный крем наш заварной. Получается вот такая вот мягкая воздушная масса. Если вы хотите сделать эту массу более плотной, замочите 5 грамм желатина в 30 миллилитрах воды. Затем растворите его на водяной бане, либо в микроволновке и введите в эту смесь. Можно начинать собирать. Нижний вот корж у меня вот такой получился, практически без дырочек. Это очень хорошо, потому что наш крем не будет оставаться внизу на тарелочке. Наношу небольшую часть крема вниз, чтобы и нижний корж хорошо пропитывался. И начинаю собирать тортик. Вначале промазываю абсолютно слегка наш корж, для того, чтобы он лучше пропитался. Этот крем хорош тем, что он пропитает хорошо именно наши коржи, и они не получатся сухими. Затем сюда буду резать клубничку. Если клубничка не крупная, ее можно в принципе и не резать. Но мне так показалось, будет более вкусно, что ли. Я ее нарезаю довольно много, клубнички у меня где-то 1,2 кг, где-то вот так вот. И сверху уже довольно обильно наношу крем. На крем выкладываю следующий корж, слегка придапливаю и обратно начинаю. Слегка промазываю кремом и обратно клубничка. Тортик получается очень вкусным, по-настоящему таким весенне-летним. В общем, тортик настроение, и вы должны попробовать его. Его можно приготовить с любыми фруктами. Я его готовила и с персиками, очень вкусно. И зимой готовила с ананасами консервированными, тоже классно. Сверху я вот так вот установила небольшие клубнички, которые оставила в них хвостики. И маленькие профитрольки из остатков крема, точнее из остатков теста я делала маленькие профитрольки. И пекла их вместе с коржом. Получился вот такой вот тортик. Его можно сверху присыпать сахарной пудрой. Тортик нужно оставить на ночь, хотя бы, чтобы он хорошо-хорошо пропитался. И тогда он будет у вас именно сочным и мягким. Утром уже можно его разрезать. Он хорошо и мягко режется, держит форму, ничего не плывет. И получается вот такой вот очень-очень интересный разрез у этого тортика. Мне он очень нравится, он очень сезонный. Обязательно попробуйте этот рецепт. Не забудьте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok